Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Сегодня на обзоре у нас бюджетная версия смартфона Huawei P40 Lite E. Ну то есть E это типа значит очень крутой. IPS-матрица это его, пожалуй, основное достоинство, и о ней я расскажу чуть позднее. Также мы сравним с матрицами от Samsung. На борту находятся 4 гига оперативы, 64 гига собственной памяти. Можно расширить флешкой до 512 гигабайт. Кроме того, здесь две сим-карты, если, конечно, вы хотите. Есть FM-приемник. Не лишен он и недостатков. Из-за своей невысокой стоимости у него достаточно бюджетный процессор и отсутствует NFC. Все подробности смотрите прямо сейчас в нашем Честном обзоре. Вперед! Друзья, вы правильно сделали, что остались. Ведь это первый смартфон от Huawei, который лишен Google сервисов. Как все работает, мы рассмотрим чуть позднее, а начнем, как всегда, с распаковки. Ну что же, друзья, у нас на обзоре и на распаковке Huawei P40 Lite. Еее! Не путать модификацию с просто. Лайтом. Еее! Отличается. Пожалуйста, вскрываем эту красотулечку для того, чтобы посмотреть, что внутри. Чем порадует нас компания. Здесь также мы видим стандартное зарядное устройство, обыкновенное и шнур, он же microUSB. То есть это не Type-C. Быстрой зарядки у этого смартфона нет, как и, собственно, необходимости в ней, потому что здесь стоит очень мощный аккумулятор на 4000 мАч, которого при таком маломощном процессоре хватает на достаточно большое количество времени. Да, это вовсе не быстрая зарядка. 5 вольт и 2 ампера. Ну что же, для такого смартфона вполне нормально. На всякий случай, друзья мои, на всякий случай. Но водонепроницаемости у данного смартфона нет. Тройная камера 48 мегапикселей, экран большущий такой, IPS-очка, и батарея 4000 мАч. Эта батарея большая считается. О! Цветовое решение смартфона очень красивое. Вот этот градиент из зеленого в синий мне лично по душе. Единственный вопрос, а когда мы его будем видеть? За силиконовым чехлом он скрыт, поэтому, конечно, все-таки лучше принимать практические решения. Но сегодня вот этот светло-голубой, синий, зеленоватый, какой угодно еще, аквамарин, он очень популярен. Видимо, люди устали от черного, белого, бежевого и еще каких-то цветов. С обратной стороны пленочку снимать не буду. Давайте просто осмотрим внешний вид. Здесь, конечно, все стандартно. Понравилось мне также, что Huawei налепили заводскую пленку, которая наклеена очень качественно и будет служить вам около года. На правом торце у нас есть качеля громкости и кнопка питания. На задней поверхности сканер отпечатка пальца, морально устаревшее расположение. Отпечаток пальца в бюджетных версиях всегда расположен не самым удобным образом. Хотя, если приспособиться, то можно нажимать вот так. Срабатывает он весьма быстро, потому что это старый тип отпечатка. Это вам не ультразвуковой, как у Samsung получасовой, когда не дождешься разблокировки и тупо не пользуешься из-за этого. И тройная камера. Ну и, конечно, логотип Huawei, что я считаю нормально, хотя некоторым не нравится. На левом торце у нас есть слот для сим-карты, что мы можем себе позволить. Слушайте, вот здесь все хорошо. Одновременно можно использовать две сим-карты плюс еще microSD флешку. Разъем под наушники 3,5 мм дополняется еще и устаревшим разъемом microUSB, который использовался еще в старых смартфонах. Мы сначала, когда переходили на USB Type-C, недооценили. Многие говорили, ну зачем, это неудобный переход. Однако, USB Type-C можно и так втыкать, и вот так. А microUSB только вот так, и это не слишком удобно. На нижнем торце 3,5 мм разъем под наушники вполне удобный. MicroUSB зарядка и передача данных в гнездо и динамик. Динамик у смартфона монофонический, то есть он один. Достаточно громкий, при этом качество его, мягко говоря, посредственное. Однако громкий, слышно, четко, разборчиво. Что вам еще надо? Достаточно за такие деньги. На верхнем торце мы с вами видим просто отверстие для микрофона. В целом и общем аппарат на удивление легкий, хотя мне казалось, что 4000 батарейка должна весить больше. Комплект поставки достаточно скромный, однако это вовсе не главное. Самое важное это то, что смартфон не имеет Google сервисов. Где мы будем брать приложение? Давайте посмотрим, что он имеет, вот прямо если открыть и включить. Ну что, первый старт показал, что красивая IPS матрица. Сразу очевидно, что не мерцает даже на глаз это все, смотрите. Ну нет, шима 100%. Теперь вернемся к теме шим мерцания экрана. На IPS матрице мерцания нет вовсе, цвета абсолютно естественные. И когда мне говорят, что у Samsung AMOLED дисплеи более совершенные, при этом от них очень болят глаза и они реально вредят здоровью. Когда мне говорят, что эти дисплеи лучше, я вам говорю, что это полная бредятина, потому что лучше IPS сегодня ничего не придумано. Во-первых, смотришь, ну хоть час, хоть два этот TikTok вплотную, глаза у тебя не устают. Берешь тут же Samsung и глаза начинает ломить буквально через 5 минут. На хрена? Мой следующий смартфон, поскольку Samsung уже облажались со своими дисплеями, будет не Samsung. Я возьму, может быть, Google Pixel, может быть, что-то еще. Лишь бы там была матрица IPS. Раз лучше ничего не придумали, то мне здоровье будет дороже, чем, конечно, прекрасные сервисы, камеры и все прочее от Samsung. Качество вообще обалденное. Все, я хочу, чтобы Samsung делали смартфоны с IPS матрицей. Я знаю, что вы можете не чувствовать мерзопакостный эффект от Super AMOLED матрицы, это потому, что у вас регенерация еще очень быстрая, значит, вам до 30 лет. Все остальные будут чувствовать. И еще, если вы не чувствуете этого эффекта, то значит, он появится позднее. Зрение вы садите уже сейчас все равно, хотя регенерация его восстанавливает, но со временем обязательно образуется накопительный эффект. И вы посадите свое зрение, оно, мне кажется, вообще того не стоит. Вот такая Super AMOLED матрица. В общем, друзья, учитывая тот момент, что эта модель лишена сервисов Google, тем не менее, мы все можем установить посредством так называемых костылей. Прямо из упаковки мы видим, что здесь есть телефонный клон, можно скопировать все приложения со своего Android смартфона, АПКшные. Получается, что уже все необходимые приложения для того, чтобы смартфон заработал, на нем имеются. А также вместо гугловских сервисов продажи приложений здесь есть Апгалери. Вот такая специальная штука, которая постоянно обновляется. На момент выхода этого обзора было вот такое количество приложений. А когда вы смотрите его, может быть, уже вот такое, потому что работа постоянно ведется. И я считаю, что Америка, которая свои санкции распространила на Huawei, ведет себя, впрочем, как и обычно, исторически. Когда американцы не могут по-честному конкурировать, они всегда используют вот такие нечестные ходы. Я думаю, что компании Huawei просто повезло оказаться сейчас в этой ситуации и полностью отвязаться от американской зависимости. В будущем сервисы Huawei будут не менее популярны, чем гугловские. А Google очень сильно потеряет и по делам. Заходим в настройки. Здесь мы видим стандартная вообще история. При том, что дисплей имеет разрешение HD+, обычное 720. Давайте посмотрим, насколько видны пиксели с близкого расстояния. Пиксели с очень близкого расстояния немножко виднеются. Но опять же, на глаз это незаметно. HD 720 вполне достаточно. А вы, наверное, спросите, а кому нужен такой смартфон, если у него нет Google сервисов, на которых сохраняются прогресс ваших игр, сохраняются пароли. И вообще это очень удобно. Там есть еще и Google диск. Да не так уж это на самом деле нужно. Например, вот взять ребенка или пенсионера. Нефиг ребенку и сидеть играть. Пусть больше живет в реальном мире. Если взять пенсионера, для примера, приведу свою маму. Вот те приложения, которые ей действительно необходимы, я установил ей несколько лет назад. До сих пор она ими пользуется. Это вот ЦАПчик, это Ютубчик, это Календарик и в принципе и все. А что еще нужно человеку? Евгений Донец, мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. В данном смартфоне очень экономичный функционал. Я имею ввиду, что здесь нет NFC, зато здесь есть Bluetooth вещь, потому что уже настолько необходимая. Я просто не представляю, если бы сюда Bluetooth не поставили. Честно говоря, могли бы и NFC поставить. Я молчу уже про беспроводную зарядку, это было бы излишеством. А вот NFC, ну знаете, людям уже хочется рассчитываться, не таская с собой карты. Ну что, давайте смотреть, что у нас в меню. Открываем верхнюю шторку и видим здесь, как обновляется Shadowgun Legends. Значит, игра будет работать. Кроме того, здесь нет ничего абсолютно лишнего, только Bluetooth. Как я и говорил. Huawei Shark, давайте посмотрим, что это такое вообще. А в чем это? Быстрая отправка файлов на устройство Huawei поблизости, без использования мобильного трафика. А вот это зачет. Как я и говорил, друзья, приложение App Gallery. Давайте войдем и посмотрим, что все это значит. Выбираем, например, экшен игры, которые чаще всего интересуют людей. World of Tank Blitz есть, пожалуйста, вам. Кстати, нажмем установить. Но и это меня не устроило. Я взял программу Phone Clone, которая работает просто потрясающе. И скопировал все приложения со старого смартфона к себе на новой Huawei буквально за 40 минут. Например, мы указываем, что это новый телефон и подключаем старый при помощи QR-кода. Далее, через 30 минут работы все перекачается. Такой человек, как я, очень не любит колхозить. Мне хочется, чтобы прямо из упаковки все уже работало. Например, возьмем одну из моделей Huawei, где вместо разъема 3,5 миллиметра для наушников стоял переходник USB Type-C на 3,5 миллиметра. Зачем это все? Почему нельзя было встроить гнездо нормальное? Здесь та же самая история. Ты приложения как бы все не сможешь поставить, потому что они еще не адаптированы под новую систему. Но ты их можешь скачать на АПК-шных сайтах. Вспомните, как это было когда-то на системе Symbion первых смартфонов до Андроида. Также было и на Windows. Ты можешь скачать игру с сайта и установить ее в виде файла. Потому что производителям программ абсолютно по барабану, на каких платформах будут продаваться их игры. Будь то Google, будь то Huawei-вская платформа, без разницы. Вы все сможете установить. Таким образом, ничего не делая, я перекачал целую кучу программ из своего старого мобильного устройства сюда просто вообще все подряд, не глядя. И все это действительно работает. Ну а что, если нет старого смартфона? Ну тогда смотрите выше. Вы будете просто устанавливать АПК-шные файлы и со временем появятся все программы в AppGallery. Если вы переживаете за WhatsApp, да не переживайте, все работает, все отлично, друзья мои. Мы с вами прямо сейчас протестируем три замечательных модуля камеры. К сожалению, здесь нет оптического увеличения, только цифровое. Так же, как и нет оптической стабилизации. Так же, как и нет цифровой стабилизации. То есть камеры, ну мягко сказать, муфло вот что ли. Или как бы это, ну чтобы никого не обидеть. Аж камера закачалась от этого выплеска эмоций. В общем так, смотрите, здесь есть основная камера, которая имеет разрешение аж целых 48 мегапикселей. Есть широкоугольная камера, которая имеет разрешение 8 мегапикселей. И двушечка для создания эффекта боке. Full HD 1080, 30 fps. Full HD 1080, 60 fps. Мы заходим в настройки для того, чтобы посмотреть, ну какие у нас разрешения-то есть в закладке видео. И здесь мы видим, что максимальное это Full HD 60 fps. Пожалуйста. Но, конечно, рекомендую использовать 30 fps. Допустим, ставим 60. Здесь отключается часть опции. Читайте, различные эффекты доступны только при 720p. Широкоугольный режим не поддерживается при 60 fps, как и фильтры. Рекомендуемые 720p. Ну что же, если в дневном освещении, то камера исправляется достаточно хорошо. А теперь давайте попробуем фронталочку. Сейчас включаем селфи-камеру и смотрим, на что способна она. 30 кадров в секунду в Full HD. Больше, чем достаточно для обычного пользователя. Селфи-камера в Full HD. Пробую широкоугольную камеру. Способ применения широкого угла. Например, профессиональная съемка объекта. В дневном освещении достаточно хорошо, хотя и нет фокуса. А фокус это то, что наводит резкость. Это не фокус, когда кролик из шляпы, понимаете? Снимаю в движении при частоте кадров 60 fps. Снимаю в движении при частоте кадров 30 fps. Даже днем чувствуется разница светосилы в лучшую сторону при 30 кадрах. Сейчас я покажу еще один способ применения широкого угла. Например, для работы. С близкого расстояния не фокусируется. Фокусируется только с расстояния 30-40 см. Итак, сейчас я зашел в гости к другу и пытаюсь из окна сделать ночную съемку. Ну, в принципе, неплохо, да? Более-менее что-то видно. Делаем широкий угол и проседает светосила просто в ноль. Настройки камеры. Во-первых, здесь есть искусственный интеллект, который будет настраивать камеру по мере необходимости на разные режимы. В закладке еще мы видим режим Pro для хороших фотографий. Замедление панорама света HDR. Все есть, что необходимо нормальному человеку. Как вы знаете, я ввел донаты для того, чтобы вы могли помочь каналу. До сих пор я все делал совершенно безвозмездно. То есть я платил за развитие канала, да еще и сам и работал. Теперь вы можете поддержать меня. Во-первых, сегодня такой период. Во-вторых, после того, как он закончится, я наконец смогу приступить к своей основной работе, то я буду вкладывать эти деньги в развитие. Например, сделаю красивую студию, докуплю хорошую камеру или что-то еще. Вот смотрите, я запустил игру Real Racing, допустим, хочу авторизоваться при помощи Google сервиса. Нажимаю войти и продолжить. И он говорит, для работы с приложением Real Racing потребуются сервисы Google Play. Вот таким образом Huawei абсолютно спокойно, обойдя американцев, сделал все как надо. И все работает. Куда же я еду-то? Эх. Игровой тест Real Racing показал, что все достаточно плавно и хорошо, но при этом, конечно, разрешение 720p. Мне его вполне достаточно, плотность пикселей хорошая. Играть можно, глаза не напрягаются, поэтому засчитано. Мне вот интересно, запустится ли Shadowgun Legends. Он обновлялся, да? Вот я нажимаю, что ему надо? И он такой говорит тебе, фигушки. У нас очень легко и со свистом. Запустилась игра Asphalt и посмотрим, будет ли она достойно себя вести. В этом смартфоне ведет себя очень достойно игра Asphalt. Никаких претензий у меня нет. Я и сам красавчик играю вообще просто как надо. Хорошо, красиво играю. Вот смотри, я вгоняю спокойный час. Игра Asphalt идет без тормозов и радует всех хорошим качеством. Играбельно, кликабельно, юзабельно. Добавьте свою версию. Короче, пацаны, я вот смотрю сейчас на тренировочном полигоне, как вообще идет графоня. То есть мне, в принципе, понятное дело, что я умею в это играть. Просто меня без сервиса в Google засунули в тренировочный полигон. Типа я лошадь. Но я же умею играть. Если смотреть на качество графики, то все очень плавно. И здесь явно в районе 60 кадров в секунду. Игры показали себя достаточно полновесно. То есть при желании в него можно где-то и рубануться, скоротать время. В серьезе, как игровой смартфон, я бы его не воспринимал. Ребята, также для вас я сделал троттлинг-тест, чтобы вы посмотрели, насколько процессор хорошо справляется. Насколько в нем отрегулирована система охлаждения. И, как видите, только минут на 12 начинается проседание. Затем процессор охлаждается и вновь стартует на полную мощность. 8 ядер, хороший процессор Kirin, хоть и бюджетный. Для этого смартфона все очень оптимизировано. Общие впечатления от смартфона очень хорошие. Плавные, красивые. Все, что не работает, скоро допилят. Отлично, можно покупать. Подводя итоги, могу сказать, что у этого смартфона много оперативной памяти. Достаточно постоянной памяти для человека небольшого возраста, либо пожилого возраста. Если вы геймер, то вам этот смартфон не подойдет. Если вы хотите использовать его по работе, то здесь мощный аккумулятор, который долго держит. Здесь прекрасная IPS-матрица, от которой не устают глаза. И этот смартфон имеет камеры, которые достаточно хорошо фиксируют происходящее вокруг события. Конечно, не художественно, не так круто, как тот же Samsung или iPhone, но вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать какие-то события. К тому же качество Full HD вполне себе нормальное, 30 кадров в секунду. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Донец. Я побежал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok